И так, смотрите, когда человек что-то выпивает, и он становится счастливым, у меня к вам вопрос, может ли просто какое-то химическое вещество просто так сделать человека счастливым? Счастье это что, химическая энергия? Вот энергия счастья, она химическую природу имеет или духовную? Давайте разберемся в этом вопросе. Неужели химическую? Тогда зачем вообще говорить о каких-то высших вещах каких-то? Зачем вообще жена тогда нужна? Да. Сделай просто химическую структуру себе, которая будет давать тебе счастье и живи с ней. Если тебе нужна жена, почему именно жена, а не химическая структура какая-то? Некоторые пробуют куклы делать искусственной, сексом с ним заниматься. Ну как-то так работает, но не совсем. Что-то не хватает. Что не хватает-то? Жизни не хватает в этом во всем. Нет жизни. Но у тебя вопрос, а может ли человек привязаться к чему-то неживому вообще так сильно? Вот смотрите, человек привязывается к спиртному. Он пьет вот спиртное, и он счастлив. А почему? Кто знает? Вот ответ какой. Потому что там есть жизнь. Попытайтесь это понять. Это непростая штучка. Это не просто химическая реакция, как мы говорим. Там есть жизнь. Понимаете? И веды объясняют это, что есть такие веселящие духи. Духи — это тонкая форма жизни, малообразованная, малоорганизованная. То есть мозгов нет, как у нас. Но она знает, как ей жить. То есть эта форма жизни, она забирает волю человека, питается волей человека, взамен даёт наслаждение. Привязывает к себе. И когда у человека, допустим, трудности какие-то в жизни, ему стало плохо, выбьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Ну то есть идея-то в чём заключается? В том, что когда плохо стало, этот дух начинает в это время требовать отношений с ним. Человек выпивает. То есть он почему выпивает? Потому что он верит, что ему станет лучше. Зачем человек пьёт? Ты просто так, что ли? Нет. Он пьёт, потому что он знает, что ему станет лучше. Он выпил, ему стало лучше. Почему? Потому что дух ему дал энергию счастья в это время. Ну а что это похоже? Ну то же самое, вот допустим, мне плохо стало, ребёнку плохо стало, он куда бежит? К маме, оп, прижался, легче стало. Застыл. Купит счастье. Раз, побежал, ребёнок. Накопил счастье, побежал. Ну то есть, видите, есть пассивные способы наполнения энергии счастья. Это признак неразумности жизни. А есть активные способы. Когда ты служишь объекту своей любви, тогда ты уже активно живёшь. Ну никто... А? Чё? В еде? В еде есть энергия, дающая счастье. Там есть тонкая энергия. Вот когда... Смотрите, я сейчас вам объясню. Вот когда душа выходит вместе с тонким телом, из грубого тела, то если грубое тело ещё не разлагается, душа с ним связана, и она даёт ему силу, тонкую силу. Этой силой тонкой питаются все люди, все живые существа в этом мире. Есть такая формула на санскрите, это звучит джива, дживаси, дживанам. Означает, жизнь кормит жизнь. Человек не может без живого жить. Мы не можем есть просто сахар, соль. Там мы должны есть живое. Понимаете? И веды говорят, чем меньше организована жизнь, тем меньше мы берём на себя реакции. Реакция означает, тем меньше портим жизнь другим. И значит, меньше будем за это страдать. Веда объясняет, что есть пять уровней жизни вообще в целом. Есть жизнь в глубоком сне, есть живут растения, деревья там, цветочки, они спят. Понимаете? Тот же в опасании, тот же памятник, да? Дерево, вот. Ну, то есть, они спят. Дальше жизнь, сон со сновидениями. Сон со сновидениями. Видите, не полностью оформленная жизнь, да? То есть, какое-то вот такое поведение, какое-то такое схематичное, да? Или рыбка плывёт, плывёт, плывёт в одну сторону. Раз, в другую поплыло точно. Ну, нам как-то странно, да? Вот все рыбки плывут, плывут в одну сторону. Раз, в другую поплыли. Тоже так же, очень весело. Ну, то есть, это сон тоже, но он со сновидениями. Ну, то есть, неосознанная жизнь. Сон означает неосознанная жизнь. Животные не осознают, зачем они живут. Они как дети малые, говорят, веды. Но чем больше организованное животное, тем больше у нее эмоций проявляется энергии любви. Допустим, собака уже может улыбаться. Кошка может любить. Она такая. И лапу поднимаешь, она как раз застыла, смотрит. Она может любить. То есть, животных более организованно начинает проявляться. И мы не хотим кушать вот любимую собачку. Не кушаем ее, нет? Почему? Потому что мы ее узнали как личность, да? Но вот коровка, которая тоже вроде бы нам молочко давала, мы ее почему-то прирезали. Потому что мы и не узнали как личность. Но отвечать придется. Почему? Потому что у нее более организованная жизнь. Она уже осознает себя, поэтому она в тонком теле проклинает того, кто отнял ее жизнь. Деревца не проклинает. И поэтому, смотрите, у деревца совсем другое отношение с этим миром. Вот чем больше мы веточки обстригаем, тем дерево лучше растет, так? Ну, пороси, как бы, если ножки обстричь, они не вырастают заново. Это анекдот есть такой. У хохла сосед спрашивает, ты чего, говорит, у тебя поросята без ноги? Он говорит, да хохла, хохлаца захотела. Что же мне, скотинку убивать, что ли? Смешно, но это правда нашей жизни. Мы как бы не совсем задумываемся об этом. Ну ладно, это не совсем по теме. Просто это все немножко к нашей теме, потому что это указывает на нашу натуру. Мы, на самом деле, никого не любим здесь. Мы просто используем этот мир и все, эксплуатируем его. Итак, смотрите, интересно, почему же он такой пьяненький-то пришел? Потому что он находится под влиянием духа. Он заболел. Это называется болезнь разума. Так в чем он виноват? Болеет человек просто. Ну, ложи его. Вот человек гриппом заболел. Вы будете, скотина, опять гриппом заболел? Иди спать, ложись. Ты его ложите, как бы начнете заботиться о нем. Ну, человек точно так же здесь заболел. Но самое удивительное, если хотите, я вам скажу правду в жизни, что когда человек изменяет, он тоже заболел. Это тоже болезнь разума. У него крыша съехала. Есть признаки. Хотите, я вам их расскажу? Первый признак. Он перестает чувствовать глубокое чувство к своим детям. Вот он изменяет, допустим, мужчина живет с женой, с детьми. Это близкие люди для него. Он начал изменять. У него это чувство прежнее, глубокое, к детям пропадает. Все, до свидания. К своей жене глубокое чувство пропадает. Он не чувствует, что это близкие люди для него. У него меняется философия в результате. Потому что многие люди свою философию строят не на основе священных писаний, а на основе своих ощущений. Вот когда человек свою философию строит на основе своих ощущений, веды говорят, это более низкий уровень развития личности. Философию надо ставить на высказаниях мудрых людей. Это значит, что у тебя осознанная жизнь. Вот это правда, а то, что я чувствую сейчас, это может быть неправдой. Это правильное понимание вещей, понимаете? Но менее развитые существа в человеческих телах, они основывают на своих ощущениях философию. Я уже не чувствую близости к жене и детям. Значит, они не такие близкие для меня. У меня вот к ней безусловная любовь, а к этим другая, похуже. Так это не любовь другая, просто ты заболел. Тебе просто отшибло вот это чувство, которое было раньше. Причина – поступок. Веды говорят, что современная цивилизация, она не придает слишком большое значение поступкам. Из-за этого мы очень сильно страдаем. Мы не понимаем, что веды раньше, смотрите, одно из главных утверждений древнего знания гласит, поступок сильнее личности. Сейчас мы, как считаем, личность сильнее поступка. Почему раньше люди боялись изменять? Вот просто боялись. Вот человеку было страшно, страшнее смерти пойти изменить. Почему? Потому что он боялся, боялся, что его судьба поменяется. Он не знал, что его в будущем ждет после этого. А мы нам по барабану. Вот изменила, встала, отряхнулась и пошла. Ничего не изменилось. А что изменилось? Все нормально, все то же самое. Потому что человек тебя воспринимает как тело. То есть как грубое тело. Мы не воспринимаем себя как психику, как судьбу. У нас нет понимания, что есть судьба. Мы просто воспринимаем. А я такая же, какая была. А что, Валерий Геннадьевич сказал, что что-то изменится. Все то же самое. С точки зрения грубого тела ничего не изменилось, да. Все то же самое. Но если говорить с точки зрения тонкого тела, не то же самое уже. Женщина, если изменила мужу, она не может быть такой же честной, как раньше. Она может прийти и сказать, что я изменила. Нет. У нее нет таких же чувств к близким людям, как раньше. Она не может выполнять так же свой долг перед ними. Она не может уже строить перспективы своей жизни с этими людьми, с какими она живет. Много-много чего изменилось после этого поступка. Это называется... Разошлись, как в море. То есть судьба повернулась в сторону. А ты мог этого не делать? Ты мог не делать этого поступка и не совершать? Что тебя заставило? Незнание? Почему ты совершил этот поступок? Потому что ты не знаешь, что дальше будет. Вот и все. Мы не знаем, что когда люди вместе занимаются сексом, то через нижние, смотрите, через верхние центры обменивается хорошая карма людей. А я иду, шагаю по Москве. Ну, то есть я всем улыбаюсь, я счастливый. Что, плохое я что-то делаю? Нет? Нет. Я обмениваюсь хорошей кармой с людьми. Я иду, шагаю по Москве. Я всем улыбаюсь. Нормальный летний дождь. Ну, то есть все хорошо, без радиации. Вот, то есть я верю в счастье, да, что все хорошо, что все нормально. Ну, то есть я дарю всем счастье людям вокруг. В чем измена? Измена есть, нет? Почему? Я тоже же люблю всех. Я всех люблю. Я, допустим, вот женщина тонет, а я женатый человек. Она тонет, она же мокрая тонет. Может, даже что-то у ней наружу чуть-чуть появилось. Она тонет, да? А я ее спасаю. И жена, допустим, неожиданно увидела, как я плыву с ней и спасаю ее. Неужели она будет плохо думать обо мне? Вот как вы думаете? Вот будет она плохо думать обо мне или нет? Я плыву ее, спасаю, она такая... И я ее тяну за собой, тащу и плыву с ней в обнимку. Она будет плохо думать обо мне? Нет. Что у нее в сердце появится? Какое чувство? Она что увидит? Она что увидит? Она увидит человека перед собой, который рискует своей жизнью ради другого человека. И она скажет себе, хорошо, что я живу с этим человеком. Она посмотрит, подумает, хорошо, что я живу с этим человеком. Я счастлива, что я с ним живу. Все. Будет такой вывод. Потому что любовь рождает любовь. Понимаете? Любовь, как бы она ни проявлялась. Обмен любви через высшие центры не оскверняет жизнь. Это не запрещено законом. Вот обмен энергии корыстной, высших центрах корысти очень мало. В высших центрах корысти мало. Высшие отношения позволены в этом мире любовные. Но если я пошел и начал заниматься сексом с кем-то, то какие отношения возникли? Чем ниже, чем ниже наше тело опускается вниз, тем больше там эгоизма, корысти. Тем хуже там карма, плохая карма в низших центрах находится. Человек обменивается плохой кармой с человеком чужим. Он завязывается с ними плотной связью. Узел связи возникает между двумя людьми в результате секса. И поэтому эти отношения нежелательны. Вот почему этот Алибабаевич-то стоял и говорил, «Туда не ходи, сюда ходи, снег башка попадет, больно будет». Почему он стоял там, они снег бросали с крыши, да? Стоял. Помните «Джентльмена дачи» фильм? Потому что снег башка ведь правда может попасть. Вот поэтому и законы, вот эти морали, они все созданы для того, чтобы снег башка не попало. Здесь нет ничего, вот понимаете, такого вот. Я спрашивал учительницу в школе, говорю, а почему нельзя обманывать? И она говорит, а мне отвечала, «Потому что это противоречит моральному кодексу строителей коммунизма». Ну мне, я в первом классе нахожусь, я не врубался, что такое моральный кодекс строителей коммунизма. Я не понимал, что это значит с точки зрения обмана. Я хотел узнать, почему нельзя обманывать. Я чувствовал, что нельзя, а почему не мог узнать. И только потом я понял, что это просто, это действие рождает плохую судьбу просто, и все. Очень просто, как она, знаете, как обман рождает плохую судьбу. Очень просто. Ты человека обманул какого-то, да? Ты установил с ним определенные отношения. Эти отношения меняют картинку мира. В результате ты начинаешь смотреть на людей, как на потенциальных обманщиков. Это описано в Ведах. Ты на них смотришь, как на обманщиков, значит, они будут тебя обманывать. Ты смотришь на них, как на честных, они будут с тобой честно себя вести. Ты смотришь на пограничника, на таможенника, как на таможенника, он тебе скажет, иди сюда. Ты смотришь на него, как на человека, он на тебя не обращает внимания. А вот если у тебя в карманах что-то есть, тебе очень трудно на него посмотреть, как на человека. Ты смотришь на него, как на таможенника. И он говорит, иди сюда. Поэтому и попадаются люди. На воле шапка горит, как говорят. Почему? Потому что меняется восприятие мира. Так в чем проблема-то принять, что близкий человек просто заболел, который изменил? Вот в чем проблема это принять? Спасибо большое. Ой, не смогу ответить на ваши вопросы, мои хорошие. Вы хотите, чтобы я вам лично помог? А я вам сейчас лично помогаю всем. Если вы принцип поймете, тогда проблема решится. Не думайте, что вот простая реакция, Олег Геннадьевич, вот это вот произошло, я вам говорю что-то, оп, и все решилось. Это означает, вы к жизни дешево относитесь. Потому что решается все, если вы понимаете, что делать в целом. Понимаете, если вы хотите просто вот таких отношений со мной, ну как бы, как с куском хлеба, которого откусил и насытился. Я хочу дать способ жизни. Ну то есть я не пришел сюда для того, чтобы конкретные ситуации разбирать. Понимаете, я разок давал консультации людям, давал, давал до двух часов ночи. В какой-то момент понял, что я, вот что я делаю. Мне просто в сердце Бог дал знания, что я делаю. Смотрите, что я делаю. Я просто людям даю возможность не работать над собой. Потому что ситуация разрешилась, все нормально. Изначально. До свидания, Олег Геннадьевич. Спасибо за консультацию. А цель-то какая? Чтобы наоборот было? Но это не значит, что я буду отвечать на вопросы на все после лекции. Вот сколько сил у меня хватит, буду отвечать. А сейчас давайте будем изучать. Это важнее. Итак, что мешает понять, что он просто болеет? Вот этот мужчина, который изменил. Он просто заболел. Он совершил поступок, который убил в нем разум. Этот поступок, понимаете, человек совершает дурной поступок, он убивает в нем разум. Этот человек нуждается в лечении просто и все. Как его лечить? Вот человек, который любит этого человека, он знает, как его лечить. Вот кто знает, как лечить? Вот человек изменил тебе. Надо сначала любить. Первое правило – это любить. Это значит, что ты уже живешь для него бескорыстно. Если ты живешь для него бескорыстно, ты увидишь, как ты среагируешь на то, что он изменил. Какая реакция будет? Спокойная реакция будет. Попытайтесь это понять. Спокойная. Нормальная. Как на все реагируем, что существует в этом мире. Нормально. Война началась нормально. Закончилась нормально. Меня спросили в этом. А в 2012 году мы умрем, Олег Геннадьевич? Это был 2011 год на лекции. Я говорю, конечно, кто-то умрет обязательно. Так же, как и в 2013. Потому что это так мир этот устроен, понимаете? Он так устроен, что здесь бывают такие вещи, что человек умирает или заболевает очень тяжело. И измена – это тяжелая болезнь. Эта болезнь соткана авидией. Слово авидией переводится «а» означает отрицание, «видия» означает знание. Эта болезнь соткана из незнания. Она возникла из-за того, что человек не знает последствия такого поступка. Все. Поэтому он это делает. Нет другой причины, почему он так поступает. Но почему ты-то страдаешь от этого вот так вот сильно? Почему ты считаешь, что тебе не нужно жить уже? Да, это факт, что его надо лечить. Он любимый, его надо лечить. Это факт. Но почему ты не знаешь, как тебе дальше жить? Ведь в чем причина? Причина заключается в том, что ты не выбрал правильно цель в этой жизни. И Бог тебе показал результат. Вот он, результат. Смотри. То, что ты считал своей целью, на самом деле твоей цели недостойны. Все. Почему ты не можешь нормально к этому человеку относиться, который заболел? А потому что ты сам ненормальный. Ты сам больной. Ты выбрал в своей жизни неправильную цель и получил неправильный результат. Все. Это болезнь разума. Человек теняет жизненную нить. Один потерял жизненную нить и считает, что у него все классно. А другой потерял жизненную нить и не считает, что у него все классно. Кто из них более здоровый? Второй, тот понимает, что что-то не то. Он вылечится. А тот, который считает, что у него все классно, что у меня все нормально, то значит тогда ему придется сначала понять, что у него не все нормально, когда он действительно получит результат. Понимаете, есть три силы, которые влияют на нашу судьбу. Это в ведах, это в аллегориях написано. Одной дорогой пойдешь, коня потеряешь. Эта сила называется жизнь в перспективе, то есть, или жизнь в страсти. То есть, как мы живем? Мы верим, что развитие в этом мире мне поможет, деньги мне помогут, квартира. Что я как бы становлюсь все лучше, все выше и выше и выше. Стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит бессмертие наших границ. Ну, то есть, результат жизни в страсти – это раздувание просто эго человека, эгоизма. Человек становится все больше границ на нем. Я как бы вижу вот таких людей, когда я на самолет сажусь, и сначала мне через таких людей надо пройти. Называется бизнес-класс. Бессмертие границ наше. И они себя считают очень умными такими, очень умными. Но на самом деле, как бы, по факту, мне сейчас пришлось с одной женщиной общаться перед лекцией, где-то часа три назад. Она очень большой ученый, ну, тот доктор наук там и так далее, много регалий. Когда я пришел, я увидел перед собой скромнейшего человека, в глазах горит истина, как два уголька таких чистых. Я увидел ученого настоящего перед собой. Редкий случай. Настоящего ученого увидел. Такие люди есть у нас в России. Я наслаждался ее взглядом, чистотой. Ловил это общение. И понимал, что есть чистота в человеческой жизни. Есть чистота. Настоящие ученые есть. Также есть настоящие бизнесмены, которые не ходят, как пуп земли. Они просто понимают. Настоящий бизнесмен – это тот, кто понимает, что деньги Бог дал для того, чтобы он сделал людей счастливыми. Деньги предназначены для того, чтобы обогатить это общество, эту страну, сделать всех счастливыми, а не для того, чтобы грести и грести и грести. Ну и что дальше? А дальше будет закономерный результат? Это взрыв? Смотрите, я становлюсь все больше и богаче, и богаче в Москве. И потом в какой-то момент бух и вонь пошла по всей Москве. Ну что, это смысл жизни? Вот ради этого надо жить? Это смысл? Для чего я живу? Деньги, веды говорят, нужны для того, чтобы сделать всех счастливыми. Нет другой цели. Если ты не используешь их в этом направлении, ты будешь чувствовать себя плохо. Не будешь счастливым. Будет много денег – толку не будет в жизни. Но есть нечто выше, чем деньги, понимаете? Это страсть. Человек живет ради денег, значит, он неименуемый, становится гордым просто и все. Потому что очень трудно, имея деньги, правильно их использовать. Это сложная вещь. Коня потеряешь, означает, друзей потеряешь, близких. Когда человек в страсти живет, он все теряет вокруг. Страсть она что делает? Человека делает жестким, грубым, времени нет свободного, не с кем, некогда поговорить с близкими. Человек работает, зарабатывает, а в оборот – работа, оборот, работа, оборот. Все, оборачивает деньги, работает. Результат какой? Жена не чувствует любви, дети не чувствуют отца. Человек теряет коня, аллегорично, то есть теряет тех, кто рядом с ним находится. Жену, детей, то есть все бизнесмены, они одинокие люди, по факту. Почему? Потому что если даже есть дети у них, они хотят их денег, они их сами. Папа нужен, потому что он богатый, жена тоже видит в нем кошелек. Нет любви. Есть просто вот эти отношения кошельковские. И все. Это страсти. Люди в страсти так живут. Нет там никакого счастья в такой жизни. Чего к ней стремиться? Есть невежественная жизнь. В этой дороге пойдешь, себя потеряешь. Себя потеряешь. А вот смотрите, это страсть, это цветочки по сравнению с невежественной жизнью. Вот просто честно зарабатывать себе на жизнь, там богатеть, становиться успешным человеком, так это цветочки. Потому что в этих деятельностях много хороших качеств развивается. А вот если ты развратом занимаешься, если ты нажрался, как свинья пришел домой, вот здесь уже, извини меня, цветочков не будет. Когда человек живет такой жизнью, несомненно, он теряет себя. И первый признак такой потери, это смена ценностей. Вот есть страстные поступки, они человека зажигают желанием дальше туда двигаться. То есть чуть-чуть повезло тебе на работе, деньги пошли, ты все, как сумасшедший туда пошел. Это страсть. А вот когда невежество приходит в жизни, человек теряет понимание вещей. Выпил чуть-чуть, пропадет чувство, что это опасная вещь спиртная. Оно не будет казаться уже ядом опасным вещью. Ты будешь пить уже нормально, по чуть-чуть можно, полезно для здоровья. Холестерин снижается там в организме, все. Мозги тоже снижаются, но об этом никто не пишет. Да, по чуть-чуть пить человек может прожить много лет. Продолжительность жизни не сокращается от небольших употреблений. Сокращается сила разума. Сила разума это не означает, сколько денег ты зарабатываешь. Сила разума означает способность чувствовать совесть, выполнять свой долг бескорыстно перед людьми, видеть святого человека перед собой, молиться способность, способность постичь смысл жизни, что я душа постичь, что я вечную природу имею, что у меня будет следующая жизнь, и если я неправильно живу, в следующей жизни я за это отвечу. Вот это ощущение, что это так, это называется сила разума. Она не дешевая штука, она не возникает в результате учебы в школе или в институте. Это возникает в результате глубоких отношений со святой личностью. Такая сила действительно в сердце приходит от таких отношений. Трезвость приходит в жизни. Что есть что. Начинаешь понимать, как все устроено здесь, что происходит. Все сразу приходит, картинка приходит в сердце. Итак, есть только одна причина, почему вот этого человека, который мне изменил, я не могу к нему относиться нормально. Эта причина заключается в том, что я никогда его и не любила. Потому что сейчас, когда у него крыша съехала, когда он попал в тяжелую ситуацию жизни, мне на него наплевать. Я просто беспокоюсь о том, что у нас была семья, у нас было все хорошо. А теперь листья желтые над городом кружатся. Поменялась судьба, да? Она меняется сама, потому что приходит время. Вот астрологический период плохой пришел, судьба сменилась, все. Приходит время, близкий человек изменяет. Это результат влияния судьбы просто. Не то, что он хотел. Мы все под влиянием этих сил находимся, в которых живет. Кто из вас может избежать трамвая? Помните Булгакова, нет? Поднимите руку, кто может избежать этого трамвая из вас? Только сумасшедший может поднять руку. Мы не знаем, когда он приедет. Мы не знаем этого трамвая, мы не знаем, чего избегать. Потому что судьба от нас не зависит, она стоит со спины. Ведь говорят, она влияет на нас со спины. Поэтому человек не знает, что завтра в его жизни произойдет. А может, крышу свернет близкому человеку. А кто, допустим, считает, что ему никогда крышу не свернет? Поднимите руку. Тоже признак кое-чего. Я про вас ничего не имею в виду. Вы хорошая девушка. Спасибо, что пришли на лекцию. Вообще, как бы, следует знать, что признак трезвости — это знание, что мне тоже может свернуть крышу в любой момент. Вот знание этого является признаком разумности. Разумный человек понимает, поэтому он боится этих поступков злых. Почему человек не совершает этих поступков? Потому что он боится за свою судьбу. Почему он не развратом не занимается? Почему он не пьет? Потому что он боится за свою судьбу. Он знает, что там беспредел. Это не сила невежества, это беспредельная сила. Она никого не жалеет. Бывают сильные, разумные люди. Могут всю жизнь по чуть-чуть пить. И остаются, как бы, сила остается у них. Но бывают и не такие. В основном не такие. Смотрите, когда этот дух веселящий убивает человека, когда приходит в домо, домой горе. Горькая, да? Горькая, что такое? Горькая, что такое? Горилка. Хорошо, скажу, ближе. Что такое горилка? Водка. Понимаете? Потому что пьют, потому что горе пришло в жизнь. Вот когда человек спивается, когда приходит сила, понимаете, у нас есть определенный уровень счастья в жизни, который нам дает возможность нормально жить. И по факту мы считаем, это и есть счастье. Вот смотрите. Вот нам Бог дает определенное ощущение, что все хорошо. Да? И меня спрашивают, алло, Олег, ну как у тебя дела? Я говорю, все хорошо. Это значит, ватерлиния идет нормально. Но она от меня не зависит. Приходит время, и ватерлиния, вот у корабля, да? Вот эта линия. Перегруз, недогруз. Вот эта линия, она начинает перегруз делать, независимо от нас. Почему так происходит? А потому что так действует судьба. Вот у вас однозначно перегруз идет сейчас. То есть пошел, вот это счастья не хватает внутри. Почему? Потому что так действует судьба. Приходит время, у всех возникает, у всех, кто сидит в этом зале, произойдет перегруз. Почему? Потому что нет счастья, все кончилось, оно кончается, его нет. И в это время можно жить спокойно. Но для этого надо отдавать молитве отношения со святостью очень много времени в течение дня, просто чтобы выжить. Просто чтобы выжить. Вот человек в это время, он молится не для открытий духовных, а просто потому, что он соединяется с источником счастья, и он выживает таким образом. Но человек, который не знает, для чего жить и как, он в это время начинает чувствовать себя очень плохо. Потому что все это время до этого он жил на допинге. Вот это чувство счастья, у него все хорошо. Это просто допинг, который нам дается, а потом забирается в какой-то момент. Почему он забирается? Чтобы мы поняли, как надо жить правильно. Человек это не тот, кто пользоваться должен энергией счастья постоянно. Служить всегда, служить везде, до дней последних донца. Служить и никаких гвоздей. Вот лозунг «Мое солнце» или «Светить» — это одно и то же. Попытайтесь это понять. Что на самом деле счастливый тот, кто научился служить. Вот эта энергия бескорыстной деятельности, которую можно только получить только от тех, кто может это делать. Это феноменальная энергия. В этом мире она не проявлена вот просто так. Ее просто так не захватишь. Некоторые думают, у меня я всегда всем служу. Ну прямо крутой. Понимаете? То есть не захватишь ее просто так. Это передается только от Бога. Это божественная сила. Поэтому только те люди, которые внутренней жизнью живут, молятся по утрам, читают Священное Писание, служа им. Для удовлетворения святого человека, своего наставника чтения Священных Писаний. Всегда есть цель. Следите за целью. Я читаю Священное Писание. Для чего? Для того, чтобы детям было хорошо, моим, для того, чтобы работу нашел, вылечился от болезни. Можешь закрыть книжку. Бесполезное занятие. Читать Священные Писания можно только до удовлетворения того, кто тебе их дал. Если ты служишь Священным Писанием, служишь своему наставнику, я читаю только для тебя. Мне надоело жить для тебя. Я устал жить для себя. Я не хочу больше так жить. Я хочу для тебя это делать. Я хочу, чтобы ты был счастлив. И читаю для святого человека, Священное Писание, результат, появилась капля этой энергии любви в сердце. Она даст возможность отнестись правильно к человеку, который рушит свою жизнь и мою. Он пришел как экзамен в мою судьбу сейчас. Он до этого пришел тоже как экзамен. Но мы об этом не знали. А теперь мы узнали, вот он стоит, близкий человек, с этой скользкой мордой, вот, весь опошленный этими связями, связями, которые разрушают чистоту человеческой жизни. Он изменил. Если я его люблю по-настоящему, я вижу в нем больного человека просто и все. И как я к нему отношусь? Спокойно. В сердце спокойно. Я на расстоянии нахожусь в это время. Я не позволю моей любви быть попранной. Если он подходит ко мне и говорит, ну, хочет дальше так же строить отношения, у него ничего не получится. Я ему служу, но я не позволяю близких отношений. Почему? Потому что мои близкие отношения дорого стоят. Это настоящее отношение, это не дешевое отношение. И он говорит, ну, я тебя тогда совсем брошу. А все, что происходит в моей жизни, оно не зависит от этого человека. Он думает, что он сейчас может управлять моей судьбой? Нет. Моей судьбой управляет Бог и святость, которой я служу. Я говорю, поступай, как считаешь нужным. И он при таких словах бросить не сможет. Почему? А потому что нет у него такой силы. А если сможет, значит, дурак совсем. До свидания. Видите, любовь дает возможность жить по-человечески. Вот почему я так, в таком стрессе нахожусь, мне изменили. А потому что любви-то не было никакой. Поэтому и наказание такое жестокое. Господь скрывает карты всегда. Рано или поздно перед всеми вскроет. Вот наказание жестокое, вот тебе изменили. Почему? Потому что любви-то никакой не было. Если бы была любовь, тогда бы никто не изменил. Любви не изменяют. Любви невозможно изменить. Любовь стоит сильнее... Любовь сильнее жизни человека. Если человек любит чего-то, он отдает свою жизнь смело. Вот поэтому люди бросались там на дзод там и так далее. Если человек любит, он смело отдает свою жизнь. У него нет проблем с жизнью. Потому что мы вечную природу имеем. Человек никогда не умирает. Любовь не может быть попрана, потому что это невозможно. Мы не можем поправить настоящую любовь. Никто не может изменить тому, кто его по-настоящему любит. Но если нам изменили, значит, любви-то не было, мои хорошие. Потому что любовь, она проникает сквозь все грехи. Эта сила духовную природу имеет. Духовная природа не может с грехами контактировать. Она проникает сквозь грехи, попадает в самое сердце. И в сердце возникает благодарность. И эта благодарность говорит, я не буду тебе изменять, хоть мне и хочется. Не может благодарность изменять, понимаете? Не может она изменять. Потому что изменил близкий человек, ничего страшного. Это стадия нашего развития, наших отношений. По факту мы все изменяем друг друга. Вот смотрите, если брать, вот факт. Вот мы наслаждаемся, да если человек наслаждается своей женой. Он вышел на улицу, идет солдат по улице. И от улыбок девичьих вся улица светла. Ну, неужели он не среагирует? Поднимите руку, кто не солдат, кто не среагирует. Ну, все реагируют, когда, ну, девушки, они все красивые. На них невозможно не реагировать. Смотришь на девушку, она красивая. Реакция будет? Будет. Но если ты любишь жену, уже по-настоящему любишь, будет реакция, но она тебя не тронет. А если ты не любишь жену по-настоящему, да ей балдеешься, не наслаждаешься, то у тебя что произойдет внутри? Ты наслаждаешься со своей женой. Ты видишь девушку какую-то летящей походкой. Вот. И что происходит? Ты сравниваешь. Кто будет наслаждать меня больше? Потому что любви-то нет никакой. Есть просто игра женской энергии. Я просто ее эксплуатирую. Я эксплуатирую эту, а какую можно поэксплуатировать покачественнее, чтобы больше балдежа было? О, эту можно покачественнее. Я не изменил жене. Я просто посмотрел. Но так как любви нет, в этом взгляде произошла измена. Потому что подмена произошла. То есть я вроде бы люблю-то свою жену, а вот с этой мне захотелось больше. Но я не пошел к ней. Я пошел назад к жене. Но измена-то произошла. И так она происходит часто у нас в нашей жизни. Почему? Потому что любви-то никакой нет. Поэтому что беспокоиться-то сейчас? Что беспокоиться об этой измене, если она часто происходит, ну и все, значит все нормально? Вот это наш уровень развития. Понимаете, у нас нет никакой любви. Вы хоть любовь-то видели хоть раз настоящую? В Священных Писаниях говорится, что если ты хочешь любовь посмотреть, посмотри на отношения между двумя возвышенными людьми. Посмотри на их отношения друг с другом, и ты увидишь любовь. Когда ты увидишь настоящую любовь, у тебя не будет уже никаких проблем в жизни. Чтобы понять, как жить, для чего жить. И у тебя также не будет проблем с тем, что ты имеешь. Если ты понял, что ты в первом классе, зачем тебе думать о том, что у тебя должен быть диплом врача или еще что-то. Ты в первом классе находишь, ну живи в первом классе. Ну изменил мне муж, ну у нас первый класс просто. Ну выпил, ну первый класс, положила там, помыла, спать положил. Первый класс. Как перейти во второй? Сейчас объясню. Смотрите, все очень просто. Сейчас мы изучаем с вами самое главное. Будьте теперь очень внимательны. Пространство сердца человека, это не анатомическое там сердце, а пространство, душевное пространство сердца, оно так устроено, что по закону высших сил, по высшему закону, в этом пространстве живут все наши близкие люди. Хотим мы этого или нет, они связаны с нами. Поэтому смотрите, когда сыну плохо, допустим, близкий человек, когда что-то с близким человеком происходит, то у меня сердце реагирует, оно волнуется. Так? Чувствовали это в жизни? Тревога наступает такой. Такое, тяжело становится. Что-то такое. Есть разные реакции у людей. Одни люки просто вцепенеют, вот так вот они в ступор входят. А другие знают, что в этом случае делать. Они обращаются к источнику, к солнцу, да, к источнику света, к источнику любви. И начинают совершать свои отношения. Я хочу жить только для тебя. Пожалуйста. Дай мне возможность общаться с тобой, высшая истина, Господь. Пожалуйста, защити мою любовь. Защити мои отношения. Защити моих близких. Дай нам возможность развиваться. Мы еще недоразвитые, чтобы попадать в такую ситуацию, в которой будет такой экзамен. Мы не готовы терять друг друга. Не готовы. Пожалуйста, развей нас, сделай нас такими, чтобы мы были готовы. Научи нас высшей любви, чтобы мы чувствовали вечное отношение, не боялись разлуки. Вот такой должна быть молитва. И будет отклик, будет защита, придет в результате. Субтитры создавал DimaTorzok